Привет, друзья! Сейчас я нахожусь на мероприятии, где собрались финалисты разных телевизионных конкурсов. Итак, я пошла за кулисы, пообщаюсь и с членами жюри, и с самими талантливыми ребятами. Как маленькому ребенку попасть на телевизионный проект? Нужно обязательно быть участником Академии Игоря Крутого, или может любой ребенок присылать заявку и пройти в телевизионное шоу? Здравствуйте! Сегодняшнее мероприятие является автопати нашего проекта «Битва талантов», который выходит на STS Love. На самом деле, у нас скоро состоится финал проекта. Это большой талант-шоу. Попасть могут в него совершенно все дети, потому что мы проводим перед шоу всегда общероссийский кастинг. Объявляем его в наших соцсетях, у наших информационных партнеров. И абсолютно любой ребенок может приехать, показать свои таланты и полноценно попасть на ТВ-проект. Не обязательно иметь авторскую песню. Нужно просто показать какую-то песню известную, исполнение, свою подачу на сцене. И уже авторитетное жюри делает выбор. Приглашаем дальше уже на отборочные туры в ТВ-версию. И полноценно уже дети участвуют у нас в этом проекте. Расскажите, пожалуйста, как вы попали на проект «Битва талантов»? На самом деле, было три этапа кастинга. Первый был в сентябре, потом ближе к октябрю. И третий этап в ноябре. Везде участники показывали какие-то возможности. И каждый раз нужно было что-то новое, чтобы удивить тех специалистов, которые непосредственно отбирали ребят на ТВ-проект. А как вы выбираете свой репертуар сейчас? На самом деле, это результат коллективной работы. Здесь и все. И наставники, и музыкальные редакторы проекта, и мой преподаватель, и даже родители, и я. Когда ты подбираешь песню, это чаще всего происходит прямо после первого этапа, ну или какого-то, или второго. И переходит на следующий, и ты эту неделю чаще всего учишь песню. Но мне повезло, у меня один раз попалось так, что я песню уже знал непосредственно до проекта. То есть она была у меня в репертуаре, и там пришлось только подшлифовать и подвести ее под формат, который нужен непосредственно проекту. Как тебе участие в шоу «Голосы»? Все волнуются перед выступлением? Как ты справлялся с этим? Ну, я... Ну, это приходит с практикой, и когда ты очень много в разных местах выступаешь, поешь, ты больше не чувствуешь страх перед сценой. Как долго ты готовил номер? Я готовил его довольно долго. Я пою «Шоу Мазгуон» уже довольно много лет, и это одна из моих любимых композиций. Кто был твой наставник на шоу, и какие он давал тебе советы, может быть, наставления? Моим наставником была Светлана Лобода или Светлана Сергеевна. Это очень хороший человек, с которым мы очень много репетировали и добивались таких масштабных, таких успехов. Добрый день, Юлиана! Расскажите мне, пожалуйста, про ваш стиль нашим зрителям. Я думаю, что им будет очень интересно. Я думаю, что не важно, что модно, потому что сейчас какое-то колоссальное количество трендов, модно практически все. Естественно, смешивать все это не очень камильфо. Мне кажется, важно, как вы себя чувствуете в той одежде, которую вы носите. Поэтому, если вы чувствуете себя реально модно, раскованно, уверенно и чувствуете себя красиво в даже очень каких-то простых базовых вещах, значит, нужно в этих вещах ходить как можно чаще. Не переключайтесь, смотрите программу «Мир глазами ребенка». Какой у вас любимый стиль одежды и как молодым артистам подобрать образ для выхода на сцену? Я люблю casual, вроде как модно, даже больше такой спортивный момент, не знаю. А как талантом выбрать? Скорее всего, они должны выходить от того, что они носят в повседневной жизни, что им удобно, не наряжаются в каких-то там невероятных золотых и серебряных инопланетных костюмах, потому что, ну, зачем уже, это уже где-то в прошлом. Дети, юные таланты, они должны быть и чувствовать себя комфортнее на сцене, поэтому я рекомендую повседневный какой-то casual, так, с немного, с гламуром. Расскажи, пожалуйста, про свое выступление на Евровидении, как долго готовилась, как выбирала песню и как была сама атмосфера на Евровидении, как проходил конкурс? А, если честно, готовиться я начала, наверное, с того момента, когда я узнала, что я все-таки попала на первый тур в кастинге вообще еще на национальный отбор. Уже тогда мы подошли с выбором песни. Как бы песня была написана как-то спонтанно, но при этом все в ней меня устраивало. Но на самом деле выбирала ее я на свой вкус, предлагали разные демо-версии, мелодии, и все это мы как-то сопоставляли, в итоге сделали песню, которая реально понравилась всем. И мне в том числе, и как бы, и людям, которые ее писали, то есть всех она устроила. Расскажи, пожалуйста, о своей награде на Евровидении. Ну, помимо хрустального микрофончика, который мне подарили прямо уже на сцене во время вручения, вообще победа на такого плана конкурсе – это визитная карточка «Вперед». В принципе, приехала в Москву, начались какие-то съемки, приглашения на программу, приглашения на разные концерты, новые площадки, новые возможности. То есть именно главное не получить какой-то материальный приз, а главное, что это проложит твою дорогу дальше. Собственно, зачем люди на конкурсы идут? А все так визжали, когда ты выступала. Расскажи, пожалуйста, как ты выбрал эту песню, как ты к ней пришел? Ну, я участвовал в этом телепроекте «Ты супер», и мне в полуфинале выбрали эту песню «Паранойя» Николая Носкова. С какого возраста ты занимаешься музыкой и сколько тебе лет сейчас? Ну, я занимаюсь музыкой 7 лет, а мне сейчас 12 лет. Я побывала на прекрасном мероприятии, как выяснилось, все банально и просто. Просто занимаетесь любимым делом, работаете над собой и добивайтесь успеха. С вами была Виктория Еремина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!